приветствую вас уважаемые любители пиццы захотелось пиццы но не обычный такой вот ну как обычная себе вот обычная а так чтоб с каким-то легким извращением это итальянцы делают такую пиццу которая можно ее назвать закрытая то есть тесто и снизу и сверху а внутри начинка причем начинка это может быть любой шокому вздумается то есть в каждом регионе и каждая семья лепит то что у них есть в холодильнике ну или где-то там еще ну а начинки потом а приступим непосредственно к приготовлению теста берем муку сахар соль дрожжи сухие все кучу перемешиваем оливковое масло можно заменить подсолнечным ничего страшного в этом не будет воду тепленькую но не горячую не выше 38 градусов и месим тесто замесил тесто ну тесто миксером я замешиваю обычно 5 минут этого достаточно но если руками не очень активно месите можно 10 больше не стоит смысла в этом нет никакого так вот шарик накрываем крышечкой и оставляем где-то там приблизительно на час а тем временем готовим начинку как я сказал начинку принципе можно любую итальянцы даже без сыра но без сыра это же же как-то будет по-нашему пирог а сыром же вроде как пицца начнем режем лук порезанный лук на хорошо разогретую сковородку с растительным маслом чуть-чуть морковки если есть куркума то ею можно посыпать жарящийся лучок это будет очень приятно и не бойтесь если начинка будет много ее можно будет съесть баклажанчик для веселья помидорчики вот у меня просто вот такие резанные в банке были консилированные можно взять свежие кому как нравится ну и пирожок мой все-таки будет грибной поэтому буду резать грибы пока резал и грибы жидкость слегка выкипела это хорошо нам же не надо плавающий пирог и теперь самое время подсолить солите естественно по вкусу перемешиваем и хотя у меня грибы шампиньоны магазинные их можно как понимаете есть сырыми все-таки чуть-чуть прожарю с одной простой целью грибы вот эти шампиньоны очень часто содержат много воды а так они разогреются и может эта вода слегка испарится прошло минут 40 с того момента как поставил тесто начинка у нас уже готова и пусть она себе стоит остывает а тесто достаем делим на две части приблизительно пополам делаем из них шарики второй шарик накрываем и оставляем эти шарики подрасти еще где-то на час-полтора прошел часик подготовил я прибор для выпекания постелил пергаментную бумагу если у вас пергаментной бумаги нету хорошенечко смазьте маслом а если у вас пергаментная бумага такую которую делают рукожопые тоже смажьте маслом а то прилипнет о чудо шарик вырос или возбудился собственно говоря что мне и надо было чтобы он вырос шипит возмущается что я его давлю пусть возмущается мы будем раскатывать блинчик перекладываем его форму для выпекания это вот самый интересный вопрос о чудо все получилось и благодаря прекраснейший пергаментной бумаги теперь его можно куда хочешь двигать и как хочешь разравнивать вот но этот пусть расслабиться а мы берем следующий шарик и проделываем с ним ту же процедуру свершилось чудо и это чудо пока в сторону берем начинку вот она прекраснейшая начинка и начинаем наваливать ну если вдруг лишняя как я говорил можете оставить потом с хлебушком с картошечкой оооо ой с рюмочкой прекраснейший графпы я бы уже прям ел бы но пообещал детям пиццу придется все таки закончить с пиццей вывалил я всю начинку ну видите как ее много получилось но это на любителя ну люблю я когда в пироге начинка пусть лучше выпадает но чтоб мало не было ну а теперь специально для тех а кстати вот не зря здесь с краю осталось без начинки потому что это мы будем закрывать это так и надо а теперь ответ специально для тех или сразу тем кто скажет что пицца делается не так так вот для того чтобы вообще этих людей повергнуть в стопор скажу вам одну простую вещь что я сюда добавлю грузинского сыра сулугуни чтобы они вообще ничего не поняли а сверху вот этого грузинского сыра сулугуни я посыплю итальянских трав чтобы не пахли италией с грузинским акцентом ну а теперь дальше все легко и просто берем наш второй листик его уже просто так швырять не надо надо постараться аккуратненько потому что по начинке двигать его будет не сильно весело вот так раскладываем надо было конечно наоборот чуть чуть не угадал этот у меня больше шарик был этот надо было на низ но это не принципиально и теперь заворачиваем хорошенечко так заклеиваем можно даже вкусный сыр взять вилочку и даже вилочкой так хорошенько по придавливать чтоб все хорошо склеилось ну я люблю руками она как-то сильно интеллигентна вот как то так дальше для красоты делаем вот такую процедуру поливаем маслом растительным размазываем по поверхности благодаря этому тесто так слегка пригорит за искрится и будет красиво и последняя операция поскольку пирог хорошо закрыт он может взорваться поэтому мы его делаем так вот вот ну а перед тем как начинать это все готовить я включил духовку разогрелась она у меня уже где-то до градусов 250 ну то есть разогреть надо хорошо а после того как разогрели хорошо ставим этот пирог на режим точнее пиццу какой пирог на режим 200 градусов 20 минут вот восхитительно вот она апулийская пицца какая прелесть ну шо резанем ах какая прелесть какая прелесть ах сыр тянется висит слугуни виталийской пицце это же ноу-хау итальян джорджиан дружба братья навсегда а теперь я не зря убежал потому что дегустация просто так она не происходит будем дегустировать на контрасте сладкий оранчило ваше здоровье и соленая пицца ммм оранчило собственного приготовления это же что да ммм 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 грибочек с сырком хрустит мммм прелестно Ну, в общем, теперь надо брать бутылку своей самогонки, звать друзей и смотреть футбол Интер Динамо Тбилиси. Ну, в общем, я тут выпью, а вы закушу, позову кого-нибудь, кто мне все это не съест. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал и готовьте апулийскую пиццу с грузинским акцентом. Всем пока!